приветствую всех настоящих ценителей бокса у меня для вас настоящий клад сегодня мы разберем супер тяжеловеса арслан бека махмудова он находится в очень интересной ситуации с одной стороны он малоизвестен но во всяком случае широкому кругу фанатов с другой стороны это реально крутой серьезный спортсмен и возможно в ближайшие годы а то и месяцы он наведет шороху в супер тяжелом весе кстати недавно его подписала компания golden boy взяла под свои знамена а это тоже говорит о многом то есть они на него сделали ставку мы сейчас арслан бека детально разберем посмотрим его тренировки отрывки боев а также проанализируем его технику ну что ребят давайте по порядку я сразу извиняюсь я не мастер выступать буду говорить просто как получится что мы имеем арслан беку 31 год он из осетии по национальности если кому-то это важно кумык при этом на профи ринге провел 11 боев все выиграл все выиграл нокаутом также тренируется в данный момент в канаде у марка рэмзи у тренера артура бетербеева ну то есть по сути они тренируются вместе но не то что вместе в одном зале кстати тренер по физподготовке у них тоже один дальше что по-настоящему на меня произвело просто огромное впечатление так это физические данные арслан бека он высокий метр девяносто семь но сейчас этим мало кого удивишь а вот что меня удивило это его физическая мощь он не просто супер тяж он какой-то супер супер тяж то есть он просто огромный титан он настолько широкий что у меня вообще нет слов это было описание арслан бека внешне чисто данный что мы имеем сейчас мы проанализируем его технику именно то что он конкретно показывает в ринге также впереди нас ждет много интересных боев с разными спортсменами и пари матч всем новым игрокам дает бонус до двух с половиной тысяч гривен или до 100 долларов вашей местной валюте находится этот бонус по ссылке в первом закрепленном комментарий прямо под этим видео когда посмотрел все бои арслан бека и все его тренировки то в первую очередь кроме мощи внешний мне бросилось в глаза то насколько он взрывной взрыв это когда у тебя есть скорость но скорость именно не совсем такая вот расслабленная как бы скорость а когда и скорость и жесткость одновременно то есть скорость плюс мощь и она не в какой-то одной части тела в руках например а во всем то есть ноги тело руки ты делаешь там шаг вперед а или удар и вот у тебя именно взрыв виден и у него эти взрывные качества они очень большие причем что важно я посмотрел его старые бои по wcb это пол профессиональная лига 8 лет назад так вот тогда он как внешне он не был настолько большим так и взрывные качества у него не было такой скорости взрыва этого просто не было и что я вижу то есть он раскачался он стал ну просто каким-то сверх титаном и в то же время он сохранил и даже приумножил именно вот эту вот скорость взрыв и если мы зайдем к нему в инстаграм посмотрим на тренировки то он тоже тренируется постоянно на взрыв что значит тренироваться на взрыв это ты берешь что-то тяжелое там штангу ядро какое-то гирю и делаешь не много повторов медленно а ты берешь что такое вот именно ну мощное и на раз там на может быть несколько раз с огромной силой как можно быстрее пытаешься это вытаснуть поднять запустить куда-то и все в таком духе это реально работает потому что он реально взрывной теперь техника ну смотрите если говорить об ударах правой рукой например правой прямой то если судить его очень строго мне кажется ну то есть как должно слушаться тело что все вместе ноги таз плечи рука расслабленная резко раскрутился плечи в идеале повернул чуть ли там не на 180 градусов не проводился при этом вернулся так вот считаю что право прямой в исполнении арсланбека хороший добротный но не идеальный особенно если мы говорим об ударе длинном на дальней дистанции но так разобраться мало кто бьет идеально право прямой кто его бьет и при этом ростом по два метра это практически уже автоматом чемпион мира посмотрите на того же уайлдера высокий бьет право прямой больше практически ничего не умеет это признают все и много лет был чемпионом мира так вот я просто к чему это сказал что но мало кто бьет идеально право прямой особенно издалека если чуть-чуть поближе уже дистанция средняя там средняя да то правый удар арсланбека ну а не очень даже опасно то есть этим все понятно что при этом на меня произвело большое впечатление то как арсланбек бьет левый лево-боковой то есть у него с одной стороны удар короткий по очень такой малой как бы траектории с другой стороны в нем есть огромный взрыв то есть и технически идет вложение массы тела и физически то есть вот если вы посмотрите этот удар левый сбоку короткий левый сбоку незаметный он довел до совершенства от этого удара конкретно падут люди и как ни странно я в этом вижу тоже профессиональный подход сейчас объясню почему потому что когда у тебя огромное тело то при правом прямом тебе нужно как бы его разогнать все повернуть это это очень много и потом как бы не провалиться вернуться обратно это довольно трудно то есть чем человек больше тем ему труднее качественно ну по-настоящему качественно бить правой рукой например тот же николай валуев он по сути несмотря на все свои габариты он не обладал невероятным ударом справа и это нормально потому что он был гигантом так вот при этом удар левый например тот же левый сбоку тоже идет вложение массы тела но амплитуда гораздо короче то есть тебе не нужно разворачиваться вот так вот на 180 градусов и обратно а тебе достаточно просто коротко повернуться коротко да и арсланбек он вытянул все из этого удара то есть если вы посмотрите его старые бои в WSB не было этого левого сбоку посмотрите нынешние и тренировки по лапам по мешку и противников как он срезает этот удар у него реально работает то есть это ну реально круто еще на что я обратил внимание так как бои у арсланбека сейчас все короткие но там все как бы быстро заканчивает пока соперники не очень сильные и они часто начинают бодаться обниматься такой какой-то полу ближний бой полу клич полу возня и при этом он их как бы ну бьет вот в этой возне в этом клинче я сначала думал что это случайность возможно мне показалось некоторая нехватка мастерства то есть не получается их разбить как бы издалека где-то вот вместе там столкнулись сцепились он пытается их добить так вот сейчас так вот сейчас и моя мощь невероятная и взрыв издалека они тебе ничего не дадут потому что у него прямой удал правы ну там лучше поставлен он тебя издалека подобьет но вблизи когда вы ближе когда ближняя дистанция средняя вот уже идет размен То вот это вот как бы физика, физический талант Именно то, что ты взорваться можешь И там компонент руки тоже большой То есть там тебе не обязательно как-то там разворачиваться То есть ты можешь руку чисто поддеть снизу, чисто сбоку зафитилить И благодаря вот взрыву, взрывным качествам Ты конкретно можешь там людей ну просто как танк по ним проходиться То есть это все абсолютно реально И я поэтому думаю, что, надеюсь во всяком случае на это Я не могу это толком разглядеть Потому что по факту бои очень короткие Мало пока что мы можем посмотреть Но я так понимаю, Арсенбек в размене ударов он именно специализируется Ребят, давайте подведем некий итог Что мы видим? С одной стороны, есть анализировать очень строго Дистанционный бокс, да, как говорится, нет предела совершенства Я считаю, что у Арсенбека есть и минусы Кто-то его, наверное, и перебоксирует Но с другой стороны, просто невероятная физика То, что не получается там идеально бить правой рукой издалека Значит, бьет лево-боковой То, что получается Не получается, может быть, кого-то издалека перебоксировать Значит, идет ближе, идет в размен Может там перемолоть Короче, я считаю, что спортсмен Очень перспективный Покажет нам бои, как минимум, очень яркие, драматичные Думаю, это будут бои с нынешними топами На уж выиграет или нет, посмотрим В любом случае, желаю ему удачи Ринг все покажет Вам спасибо, что посмотрели данное видео Также для любителей ставок напоминаю про бонус от Parimatch Всем добра До новых встреч Тушу камеру